Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги «Царей», как я назвал в своем переводе, или «Царств», как она звучит в старом синодальном. Но до «Царей и царств» еще далеко. Мы читаем эту книгу для библейского портала «Экзегет». А пока идет речь про то, как, собственно говоря, появилась потребность в царстве. Почему Израиль не мог остаться, нет, я не скажу, республика, это далеко от современной республики, но теократии к народам, которые управляются непосредственно Богом через пророков, через священников, извещающих его волю. А вот давайте посмотрим, четвертая глава, прекрасное описание провала теократии, полного, безоговорочного. И поймем, почему. Самуил, напомню, главный герой, в общем-то, всей первой книги «Царей» или «Царств», и он пока маленький мальчик. Ну, мы не знаем, какого возраста там, наверное, все-таки ближе к подростковому, но неизвестно. Вот, он живет при святилище, его туда мать отдала сразу после того, как отняла от груди. Есть священник Эли, пожилой, такой вялый, пассивный, который не наводит порядка в своем доме, и вот дети, сыновья, которые творят всякие безобразия, там, обжираются, распутничают, и это все делают именно как священники, да, пользуясь привилегиями своего положения. Ну, вот уже, собственно, ответ на вопрос, почему теократия не проходит, потому что очень часто люди, которые призваны говорить от имени Бога, говорят от имени брюха своего собственного, и это как раз тот самый случай. Слово Самуила было значимо для всего Израиля. А мы в третьей как раз читали о первом пророчестве, да, которое он передал с первосвященнику Эли. А тем не менее, жизнь идет своим чередом, вечные войны, израильтяне-филистимлине, главная пара противников во всей Библии. Израильтяне вышли на войну с филистимлинами, им стали лагерьем у Эвенезера, а филистимлине у Афека. Филистимлине выстрелились против израильтя, началась битва, в которой Израиль потерпел поражение от филистимлин. На поле боя пало 4000 человек. Народ возвращался в лагерь, и старейшины говорили, отчего же поражал нас сегодня Господь перед филистимлинами? Ну, то есть, даже поражение они рассматривают не как превосходство тактики, оружия, численности филистимлин, а как то, что Господь им это поражение наслал. Отчего же есть причина? Возьмем из шелок ковчег Завета Господень, пусть он будет в наших рядах, пусть избавит нас от руки врагов. То есть, у нас есть супероружие, атомная бомба. Эта атомная бомба, это ковчег Завета, то есть, главная святыня, собственно говоря, символический престол Господа. Но мы заставим Бога воевать за нас, мы его притащим сюда, и пусть в первых рядах идёт в атаку. Чем не идея? Народ послал шелок гонцов, чтобы они забрали оттуда ковчег Господа воинства, выседающего на херувимах. Вот так, на секундочку, да, выседающего на ангелах. То есть, это всё какая-то неотмирная реальность. А тут просто взять и приспособить к своей, ну, такой мимолетной нужде. Конечно, большая нужда с врагами воевать, но всё-таки это не то, для чего Бог существует, удовлетворять потребностям, запросам и хотелкам людей, которые в него верят. При Божьем ковчеге Завета были оба сына Ильихов, не и Пинхас, ну, естественно, они при нём. И когда Господь Ковчег Завета прибыл в лагерь, весь Израиль издал радостный крик, так что содрогнулась земля. Филистимы, не заслышав этот клич, стали говорить, что это за клич, раздаётся в еврейском лагере. Так они узнали, что ковчег Господень прибыл в лагерь. Филистимы стали говорить, к ним пришло божество. И добавляли, горе нам, ведь не бывало такого прежде. Кто спасёт нас от руки могучих божеств, тех самых божеств, которые в пустыне наслали на египтян всевозможные казни? Ну, здесь можно перевести либо Бога, либо божеств, но, скорее всего, по грамматике множественное число, потому что там глаголы во множественном числе в оригинале. И филистимы, неязычники, всё вполне понятно. Они вполне признают силу этого Бога, ну, просто они не знают, как его зовут, не знают, что он один, там, какие-то божественные силы помогли израильтянам. «Крепитесь, филистимы, не имужайтесь, чтобы не стать вам рабами евреев, как прежде. Ступайте на битву с ними, как мужчины». И вот смотрите, два подхода. Оба лагеря признают за Ковчегом Завета силу, сверхъестественную силу. Израильтяне его используют как такой суперснаряд, как атомную бомбу. Вот сейчас сбросим её, всё будет в порядке, мы победим. А филистимляне, признавая Бога, не веря в него, не оказывая ему каких-то знаков почтения, но просто признавая, что он есть, призывают друг друга, крепите, ступайте на битву, как мужчины. То есть не Бог за нас сделает всё, что нам хочется, а давайте напряжём свои силы, потому что вот здесь этот самый Бог, и всё очень серьёзно. И чья же будет победа? Нетрудно угадать. Филистимляне вступили в бой и разгромили израильтян так, что те разбежались по своим шатрам. И было это полным поражением израильтян. Из них пало 30 тысяч пеших воинов. Ковчег Божий был захвачен, а два сына или убитые – Хафни и Пинхас. Вот если люди хотят приспособить Бога в качестве такого своего орудия, или тем более оружия, как правило, это не получается. В тот день с поля боя в шило бежал один вениамитянин. Его одежда была разодрана, голова посыпана землёй, ну, то есть из племени колена Вениамина. Как раз когда он приближался, ну, возвестить – кошмарное известие, надо же сообщить об этом. Ильи, первосвященник, в ожидании сидел на престоле у самой дороги, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Вот всё-таки Ильи – глубоко верующий человек. Его беспокоит даже не судьба сыновей, которые на войну пошли, а судьба главной святыни. Тот человек пришёл в город и всё рассказал, и весь город зарыдал. Когда Ильи услышал этот ополь, он спросил, «А чего это шумит толпа?» А тот человек подбежал, чтобы всё рассказать Ильи. Ильи был девяносто восьми лет, глаза его померкли, и он уже ничего не видел. Тот человек сказал Ильи, «Я прибыл с поля боя, я спасся из этой битвы». Ильи спросил его, «Что там было, сын мой?» Вестник отвечал, «Израиль бежал от Филистимля, множество народа погибло. Оба твоих сына мертвых – Офни и Пинхас, а ковчег Божий захвачен». Идва он сказал о ковчеге Божьем, даже не о сыновьях. Как Ильи, грузный старик упал на взничество своего престола, прямо к воротам сломал себе шею и умер. Он был вождём в Израиле сорок лет. Вот последний до Самуила вождь Израиля. Мы видим, что теократия не работает в этом народе. Вроде и порядок осуществляется, вроде и на войну собирается народ. Но вот ровно то, о чём я говорил, Бога приспособили к своей нужде. Его невеста, жена Пинхаса, как раз должна была родить. Когда услышала она, что ковчег Божий захвачен, а свёкор, её муж мертвый, она пала на землю, но через схватки она родила. Она умирала, а стоявшие рядом женщины говорили, не бойся, это родила сына. Но она не отвечала, не обращала никакого внимания. Мальчику она дала имя Ихавод, сказав, «Слава, покинула Израиль». Ну, имя созвучно, выражению нет славы. Из-за того, что ковчег Божий был захвачен, а свёкор и муж мертвый. Она сказала, «Слава, покинула Израиль, ибо захвачен ковчег Божий». Вот этот самый ковчег Божий на войне был утрачен, супероружия нету. Что с ним будет дальше, как филистимлянием распорядятся? Пятая глава нам об этом расскажет. «Слава, покинула Израиль, ибо захвачен ковчег Божий на войне». Слава, покинула Израиль, ибо захвачен ковчег Божий, ибо захвачен ковчег Божий на войне». Слава, покинула Израиль, ибо захвачен ковчег Божий, ибо захвачен ковчег Божий, ибо захвачен ковчег Божий на войне.